Привет! Сегодня мы расскажем о Mereo Don't Panic, приложении, разработанной хорватской компанией для навигации на Android-смартфонах, с картой, созданной украинским разработчиком компании Card Blanche Украина, известной нам по iGo. Преимущества данного программного набора перед аналогами, простоте управления, скорости прокладки маршрутов, работе с картами без необходимости использования интернета и уникальной поисковой системе. Как все это работает смотрите дальше. Для того чтобы приложение появилось в вашем смартфоне, его нужно скачать из Android-маркета. Найти Mereo Don't Panic очень просто. Для этого заходим в Android-маркет и вводим в строке поиска первое слово из названия. В предложенном списке необходимое приложение будет первым. Заходим в него и жмем установить. Размер файла 6,68 мегабайт, что немного для навигационной программы. Но учитывая тарифы на мобильный интернет, рекомендуем использовать Wi-Fi соединение. Дожидаемся конца загрузки и открываем приложение. Нашему взору предстанет приветственное обращение команды разработчиков Mereo. В нем сообщается, что в ознакомительных целях данное приложение можно использовать в течение 7 дней. По истечении этого срока вы можете купить полноценную версию. Отличий между тестовой и приобретенной версиями нет. Чтобы начать работу с Mereo, нажимаем на поле с надписью Get Your Trial Map Now, что в переводе означает «Получите пробную версию карты сейчас». После того, как мы нажали клавишу «Получить пробную версию карты», начнется загрузка карты. Как и в случае с загрузкой приложения, для закачки карты Украины советуем использовать Wi-Fi соединение. Это сэкономит ваши расходы и ускорит процесс. После установки карт нужно выйти из приложения. Для этого нажимаем на иконку в правом нижнем углу. Далее иконку, похожую на дверь, и в самом конце подтверждаем наши действия нажатием клавиши Yes. Снова запускаем приложение и ждем, пока смартфон найдет спутники. При первом запуске на это может уйти от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от прямой видимости спутников и самого смартфона. Продолжаем установку необходимого набора элементов. Перед этим изменим язык интерфейса на украинский. Стоит знать, что установив русский язык, программа не сможет искать адреса на украинском языке, только на латинице. Аналогичная ситуация и с обычными навигаторами и картами iGo. Чтобы сменить язык, заходим в меню Settings – Language. Кроме украинского языка, в меню программа позволяет установить голосовое сопровождение на русском или украинском языках. Для каждого есть два варианта голоса – мужской и женский. Итак, нажимаем на стрелочку и выбираем Voices. Пролистываем список до необходимого пункта и выбираем его. Чтобы программа увидела новые файлы, еще раз выходим из приложения. Теперь снова заходим в настройки и в строке «Голос» указываем любой из предложенного списка. В этом же меню можно активировать или деактивировать предупреждение о камерах, что не актуально для Украины, и о превышении скорости. О превышении скорости сообщается резким сигналом. Происходит это, как только вы достигаете отметки в 60 км в час. Регулировать данный параметр нельзя, а поскольку большая часть автомобилистов старается придерживаться крайней планки в 80 км в час, полезность этой настройки также не актуальна. Все, программа готова к работе. Одно из достоинств Mirai Out on Panic – уникальная поисковая система. Чтобы вызвать меню поиска, нужно нажать на иконку в виде увеличительного стекла в левом нижнем углу. Экран разделяется на две части. Нижнюю половину занимает клавиатура, верхнюю – строка поиска, состоящая из двух окон. Первая предназначена для ввода основной информации, вторая используется для указания города. Если искомый объект присутствует сразу в нескольких из них, в верхнем левом углу указано, какой из типов поиска используется в данный момент. По умолчанию выбран «Все». В случае необходимости можно выбрать улицы, объекты или координаты. Например, вы ищете проспект газеты «Правды» в городе Днепропетровск. Для этого вводите в поле поиска слово «Правда». Как видите, полученный результат оказался больше, чем можно было ожидать. Для уточнения адреса в поле «Город» вводим «Днепр». Как видите, количество найденных объектов все еще велико. Поскольку мы ищем проспект, а не какой-либо объект на нем, изменяем тип поиска на улице. Теперь перед нами всего один результат. Нажимаем на нем и выбираем «Вырушит и до». Когда маршрут просчитан, на экране появится информация о длине пути и поворотах. Если у вас есть сомнения в правильности выбранного маршрута, зайдите в настройки «Маршрут» и нажмите на поле, где указан километраж и приблизительное время пребывания в пути. В случае, если вы не согласны с предложенным маршрутом, можно указать промежуточные точки, после чего он будет перерассчитан, с учетом ваших пожеланий. В настройках маршрута можно указать, какие типы дорог нужно избегать и выбрать тип – самый быстрый или самый короткий. На дисплее смартфона, помимо маршрута с указанием двух ближайших точек интересов, будь то заправка, магазин, гостиница и т.д., отображается информация о расстоянии до пункта назначения и ваше текущее местоположение. Те, кто сталкивался с ситуацией, когда в длительном путешествии топливо на исходе, оценят эту функциональность. Изменить масштаб карты можно тремя способами. Традиционным жестом щипок, он же мультитач, нажатием на кружок в правой части экрана с последующим использованием кнопок плюс, минус или повторным нажатием и выбором среди четырех предустановленных типов. На противоположной стороне экрана тоже присутствует кружок. Он вызывает меню интеллектуальной ориентации. В нем можно выбрать режим передвижения, включить или выключить трехмерное отображение карты, установить ориентацию на север или установить точку на карте. В случае необходимости, во время движения можно переключиться в режим панель приборов, путешествия или направления. В первом режиме на экран выводится информация о текущей скорости, азимуте, высоте над уровнем моря, точности позиционирования, расстоянии до ближайшего поворота или координатах. Второй режим показывает шкалу пройденного расстояния, километры и время с момента начала путешествия и информацию об основных точках маршрута. Последний режим текстовый. В нем можно посмотреть все повороты с соответствующим описанием местности. Разобравшись с прокладкой маршрута, остановимся подробнее на поисковой системе. Помимо традиционного поиска адресов, приложение позволяет находить объекты. Например, нам нужен магазин метро на окружной. Вводим метро ОКР и нажимаем поиск. Готово. Также можно найти парк Победы. Вводим парк ПРМО и нажимаем поиск. Чтобы отсеять лишнее, меняем тип поиска все на объекты. Чтобы убедиться в правильности найденного, перед прокладкой маршрута можно увидеть искомый объект. Для этого нажимаем на стрелочку справа от названия. Расчетное время прибытия 24 минуты. Как видите, все достаточно просто и наглядно. Еще одна особенность Мирео Дон Пэник в умении находить адреса с дробями и буквами. Например, нам нужно попасть по адресу Anoredo Balzac 66-21. Для этого вводим в строке поиска Balzac 66-21. Уникально можно назвать и функцию обмена координатами. Например, вместо набора адреса и отправки в сообщении или зачитывания в телефонном разговоре, достаточно зайти в меню и выбрать пункт на дислаты положения. И конечно же, если мы говорим о навигационном миксе двух разработчиков, просто нельзя не упомянуть о картах. Ведь в навигационных решениях карта одна из важнейших его составляющих. Как бы ни была хороша программа, ехать-то предстоит по карте. Выбирая то или иное навигационное решение, достаточно трудно непосредственно в приборе оценить, насколько подробно в нем карта. Обычно мы ищем свой домашний адрес и смотрим, насколько точно он показан на карте. Поверьте, это не показатель. Рекомендуем не полениться и заранее посмотреть на сайтах разработчиков, что именно они предлагают. Так мы и сделали. Информация о карте Cart Blanche, которая, как было сказано выше, уже хорошо известна украинским водителям по программе iGo, нас порадовала. На сайте есть детальное описание всех населенных пунктов, где можно прокладывать маршрут до дома. Стоит заметить, разработчик гарантирует ежеквартальное обновление, что существенно для наших реалий. Приятное дополнение. Особенно, когда под Евро-2012 дороги постоянно видоизменяются. Впечатляет и количество населенных пунктов, где мы не заблудимся. Более 600. И охват достаточно разумный. Есть все областные центры и наиболее крупные населенные пункты. Как мы говорили, программа позволяет искать адрес с буквами и дробями. С Cart Blanche мы уже убедились по адресу Бальзака 66-21. Работает. Разработчик пишет о детальном покрытии дворовых проездов. Проверим. Выбираем адрес, например, улица Маршала Тимошенко 2М. Итак, 7 дней закончились. Программу протестировали. В качестве карты убедились. Пора принимать решение. Купить? Не купить? Цена? Вопрос немаловажный. 250 гривен, на наш взгляд, приемлемо. Особенно по сравнению с ценой смартфона. Второй важный вопрос. Как оплатить? Разработчик карты, компания Cart Blanche, она же дистрибьютор программы Mireo Denpanic, предусмотрела достаточно простой и доступный способ покупки. В Украине код активации бессрочной карты можно приобрести за наши родные гривны. Но вот и подошло к концу наше путешествие с Mireo, оставив после себя только приятные впечатления. Мы свой выбор сделали. Советуем и вам познакомиться с этим достойным вниманием приложением для навигации. Скачаю его из Android Маркета.